Хочу к вам работать онлайн в сан-дескопрах присутствовать Что мы сделали? Есть проблема Проблема различного перерасхода электроэнергии есть во всем мире И она связана с тем, что мы непривысно установим Мы включаем свет, не включаем его Уходим, но здесь мы видим дом Он очень большой У меня везде 50 лет, а там находится один маленький мальчик Он никогда у меня расходят электроэнергии Ну и это действительно проблема И мне надо превращать тоже к этому с самого детства Так? Опять таки, проблема энергоресурсов У нас очень много энергоресурсов которые невозобновляемы Плюс, когда мы потребляем и больше энергоресурсов нам надо строить новые электростанции Нам надо строить новые электростанции Мы экономим! Супер! Спасибо! Спасибо. Значит, какое наше решение? Мы делаем сейчас датчики, которые позволяют измерять и анализировать энергопотребление онлайн. Это позволяет вам постоянно быть в курсе того, сколько вы сейчас потребляете, какие приборы у вас, допустим, включены онлайн, смотреть эти графики. И, соответственно, когда у вас это будет всегда перед лицом, вот, например, вопрос. Кто сегодня проявлял свою почту? Почтовый или электронный? А кто знает, сколько электроэнергии у вас с начала месяца он сейчас использовал, там, окей, у тебя дома? Где-то за месяц, да, один раз, один раз. Вам приходит такая распечатка, вот такие, опа, как много я сегодня потратил, да, там, заплатили и все, и забыли опять на месяц. То есть, вот наш сервис будет, скажем так, слегка менять вашу политическую привычку, она будет у вас сразу перед лицом. Каким образом, я чуть дальше расскажу. Значит, у нас есть определя... Мы определяем затраты реально времени. То есть, вам постоянно приходит, вы открыли свое приложение на айфоне, на андроиде, и вы видите график потребления. Вы можете за время, за день, за час, за неделю это посмотреть. Плюс, когда у вас уже какое-то время этот датчик стоит, да, он постоянно собирает информацию, он может показать. Какое среднее потребление было, вот, например, там, по электроэнергии. Ну, электроэнергия это кейс, который мы решили начать, у нас есть еще другие датчики, вот, электроэнергия это просто кейс. Вот, вы можете смотреть, да, там, в этом месяце я уже, там, потребил на 10% больше электроэнергии, чем я потребил, допустим, в прошлый месяц. Или, там, можно смотреть, сколько электроэнергии вы подъявляли, там, зимой или сколько весной. Вот такие моменты. Что мы сделали за эти несколько дней? Мы пришли сюда уже с этой идеей, то есть, она была, наверное, немного продумана, у нас была лендинг-пейдж, вот, и идея. За эти выходные мы создали интерпроиз-пользователя, а сейчас уже, я потом чуть позже покажу, опять-таки. Наш бэкенд-разработчик прописал бэкенд, как это идет соответствовать работу с сервером и так далее. Есть iOS-приложение, разработали эко-карты, да, то есть, как бы, люди, которые захотят в дальнейшем шарить в синтепоказатели, ну, от их 100% найдутся, они смогут смотреть, заходить на эко-карты, смотреть, где сколько электроэнергии потребляешь. Да, доделали дизайн и еще раз пересмотрели бизнес-модель. Хотя здесь говорили, что это как фуголь, да, бизнес-модели не надо, но мы все-таки решили ее делать. Система подключения. То есть, это не просто фотография, у нас сейчас есть прототип, и вот такой прототип. Он легко отображается, ну, даже сейчас. Просто вешаете на провод все эти счетчики, защелкиваете, все, а мы вас установим. А дома у вас стоит, ну, понятное дело, в коробочке вот такая вот штука, которая чем-то похожа на ваш роутер, который есть интернет. То есть, вы просто вставляете эту штуку в розетку, подцепляете вот этот датчик на счетчик. Здесь есть батарейки, которые там будут вам сигнализировать, когда там заряд тоже у них заканчивается. То есть, вы просто поменяете батарейки, затем этот датчик работает. То есть, довольно просто, и, ну, даже я особо с электроникой не дружу, мне это было не сложно разобраться в этом. О наших преимуществах. Вот. Здесь статистика, что, ну, статистика опять по Америке, как бы нашей статистики, к сожалению, не знаю. По Америке каждый год случается огромное количество пожаров. И 20% этих пожаров случается из-за того, что люди уходят из квартиры и забывают включать бытовые приборы. С нашими датчиками, например, если вы уходите, вы все равно, вы постоянно там смотрите, вы видите, опа, а у меня почему-то идет какое-то электропотребление, да? Никого нету дома, но почему-то электроэнергии используются, допустим, утюг, да, там, вторит и греется. И у вас есть шанс того, что вы все-таки или соседей попросите посмотреть, что у вас там творится, или сами вернетесь, да? То есть, у вас есть шанс сохранить свою квартиру все-таки в целости. Потому что, ну, например, за год сгорает имущество на 10 миллиардов. Сгорает имущество 20% из этих 10 миллиардов на 2 миллиарда. Вот. Время? Да, да. Ну, окей. Тогда вопросы и... Сейчас. Рына, конкуренты, наши темы. Спасибо. Валя! Вопросы есть? Нет. Вот. Вопрос. И что это вы уж не сделали? Вопрос. Вопрос. На заднике. Вопрос. Горгий парк. Скажем так, мы находимся на рынке смежно между смарт хаусом и энерги менеджментом. Да? Но, опять-таки, если брать энерги менеджмент, мне очень понравился пример AllPower, который работает на американском рынке, когда они сотрудничают с компаниями, которые электроэнергию раздают в помещениях, и потом люди получают у себя на почту вот это вот сравнение. После того, как они начали получать эту статистику, многие люди начали экономить 29% электроэнергии. Но опять-таки это Америка, Европа, вот подобных... До момента получения этой статистики и после. То есть они потребляли одно количество денег, они начали получать эту статистику и смотреть, сколько они потребляют, они начали потреблять на 29% меньше. Опять-таки еще один из кейсов, например, одна из женщин после применения All Power она сэкономила тысячи долларов в год, если о цифрах говорить. Опять-таки для больших данных. Для менеджмента больших, ну вообще данных. Есть стартапы, не помню, как называется, но та же самая идея, тот же самый подложим, что не требует вообще культурализации, но они это предлагают B2B бизнес для тех, кто делает, конечно, большие данные, чтобы понижать. А вот скажите, у вас идея, сейчас там ключевая, это экономия или это предупреждение у участок? Основная идея это экономия, вот. А остальное это уже является приятными вещами. Мы немножко шутили на протяжении хакатона, что мы экономим ваши деньги, но помимо этого там сами. А что вы сделали за два дня? Вот непосредственно за два дня наш бэкенд-разработчик написал весь бэкенд, потому что была лендинг пейдж, все остальное было так весьма убого. Мы сделали регистрацию, мы сделали, скажем так, так, что вот с этих датчиков, да, уже сейчас мы подключим эти датчики, и они уже могут передавать все это на сервер, а сервера на наш сайт. То есть вот это было регистрано за два дня. Плюс Аня написала приложение под iOS, мы можем тоже его показать сейчас с макбука. Единственное, что помоци подойти показать. Да. Ну, далее мы доделали карты и доработали саму модель. Облично. Воу! Ваня! О, отлично! Спасибо! Воу! Спасибо, воу! Ваня! 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 Да! Ваня! Сейчас! Мой ноль дальше остается здесь. Я тоже в команде. Субтитры сделал DimaTorzok